Привет, меня зовут Ксюша, добро пожаловать на мой канал, где мы говорим об осознанном уходе за кожей. С недавнего времени я стала проводить онлайн-консультации для жителей России и всего мира. Мы связываемся с вами по Zoom после того, как я вас тщательно анкетирую, разбираю ваш уход, смотрю ваши видео и фотографии, и мы с вами беседуем целый час, где я подбираю вам какой-то дополнительный уход, если он вам необходим, согласно из тех требований и тех потребностей вашей кожи, которые я увидела. И я также корректирую что-то в уже подобранном вами уходе, потому что бывают средства, которые явно попали в эту вашу рутину совершенно случайно, не знаю уж по какому принципу, но они там явно лишние. И, конечно, я корректирую ваш уже имеющийся уход, чтобы мы правильно оптимизировали нашу рутину и составили наш уход грамотно, оптимизировали его таким образом, чтобы он был наиболее эффективен. Сколько ухода я повидала за это время! Большая радость была увидеть многих из вас лично и познакомиться с вами. Это, конечно, определенно положительная такая сторона этой работы, а негативная, если, конечно, ее можно так назвать негативной стороной, является тот факт, что я вижу из консультации в консультацию у многих, ну вот у каждого второго одни и те же ошибки. Поэтому я решила выпустить такое видео, которое будет называться «Топ-10 ошибок вашего ухода». Я их себе выписала, систематизировала. И, возможно, у тех людей, которые не могут по каким-то причинам или не хотят, может быть, попасть ко мне на консультацию, будет возможность увидеть и исправить такие же ошибки в своем уходе. Я думаю, если они так часто встречаются, то среди моих зрителей и подписчиков действительно такое в шкафчиках, в косметических безобразиях тоже можно увидеть. О чем я говорю? Первое, конечно же, о чем я хочу поговорить, это очищение кожи. Вы бросаетесь в крайности. Это либо слишком деликатное очищение, то есть вот буквально не дыхнуть на кожу, либо это такое агрессивное очищение, чтобы кожа скрипела. И то, и то неправильно. Все-таки кожу нужно очищать тщательно. Даже если у вас очень чувствительная кожа, тонкая кожа, реактивная кожа, это не значит, что буквально нужно к ней бояться прикоснуться. Нужно подобрать себе правильное средство, которое бы не было агрессивным, но и при этом не было слишком легким. Потому что тот макияж, который вы наносите, санскрин, химические фильтры, которые вы наносите на свою кожу, такого рода продуктами не смыть. Макияж можно смывать нежным молочком или каким-то гидрофильным маслом, которое будет соответствовать вашему типу кожи, в котором будут отсутствовать какие-то аллергены, если у вас на что-то аллергия. Сухая кожа тоже нуждается в тщательном очищении. В то же время жирная кожа, она, конечно, тоже нуждается в тщательном очищении, но не настолько, чтобы она была отмыта, понимаете, до блеска, просто буквально как какая-то сковорода. Это слишком агрессивное очищение, от которого гораздо больше вреда, чем пользы. Кожа помнит все и не прощает ничего. Она обязательно будет мстить за такое агрессивное очищение тем, что будет вырабатывать больше кожного сала. Это какой-то замкнутый круг. Очень многие мои зрители говорят о том, что как только я перестала мучить свою кожу, стала мягко ее очищать и увлажнять, плюнула уже на все эти матирующие средства, моя жирная, проблемная кожа стала гораздо лучше. И это действительно так. Если не верите мне, ну, почитайте вы комментарии хотя бы вот под последним моим видео про 10 фактов о жирной коже. Поверьте, если вы полюбите свою кожу, будете нежнее с ней обращаться, она ответит вам тем же. Второй пункт, который, если честно, очень меня удивил. Огромное количество людей пренебрегает кислотами. Уж в силу каких причин, я не знаю. Многие не используют никакие кислотные тонеры или пилинги, при том, что коллекция косметики у них достаточно большая, чего там только нет. Да, они используют скрабы, энзимные пудры, пилинги, скатки, но это все не то. Я говорю о кислотах, таких как би-ячие кислоты, и-ячие кислоты в формате тонеров. Кислотное очищение я вообще видела только у одного человека. А ведь нельзя этим пренебрегать. И подкисливать свою кожу на этапе умывания нужно, если у вас жирная, в особенности проблемная кожа. Би-ячие кислоты. Люди жирной кожи. Как вы живете без би-ячей кислот? Без тех кислот, которые будут растворять себум, которые будут очищать поры. Люди, которые все пытаются бороться с пигментацией. Как вы живете без ячей кислот? Хотя бы тонер с ячей кислотой 5-6-7% должен быть у вас в уходе. Пилинги, скатки – это, конечно, очень хорошо. Хорошо, энзимные пудры тоже, но у них совершенно другой принцип действия. А если мы говорим с вами о протоколе избавления кожи от пигментации, от возрастных проявлений, без кислот просто никуда. Я думаю, основная причина, почему вы не используете кислоты, в том, что вы не знаете, как их правильно готовить. То есть, как их правильно использовать, на каком этапе. Потому что здесь чего я только не наслушалась от вас, чего я только не прочитала. Пожалуйста, кислоты, если это тоник, мы используем на этапе тонизирования. Не нужно ничего выдумывать. И третий пункт, который пристекает из второго по поводу использования кислот. Если кто-то из вас использует кислотные тонеры или купил кислотный тонер по моей рекомендации, потом присылайте мне письма с вопросами из разряда, правильно ли я делаю, если после кислотного тонера наношу обычный увлажняющий. Все можно. Это не запрещено. Но вопрос в том, зачем? Какую функцию несут кислоты? Они должны менять PH-баланс вашей кожи на более кислый, и они должны отшелушивать кожу. Что вы делаете, когда вы наносите увлажняющий тонер поверх кислот? Вы нейтрализуете PH. Тонер для этого и создан. И вы ватным диском с увлажняющим тонером смываете кислоты, которые вы только что нанесли. Они даже не успели подействовать. Зачем вы это делаете? Пожалуйста, не нужно так. Если уж вам хочется нанести тонер после кислот, тогда ждите. Ждите 30-40 минут, пока тонер подействует, пока PH естественным образом начнет нормализоваться, тогда наносите, что хотите. Но я опять же не понимаю, зачем. Так усложняет свой уход. Четвертый пункт. Я очень расстроилась. Скажу вам честно, когда я увидела у многих из вас тонеры и лосьоны со спиртом. И большинство людей, у которых были тонеры и лосьоны со спиртом, это были люди с жирной проблемной кожей. И они использовали вот эти вот матирующие тонеры масс-маркета, типа L'Oreal, в которых ядреная доза спирта вот прям на втором месте. Это пример лютого, агрессивного маркетинга, когда вам средства, напичканные простым спиртом, выдают заматирующие. А действительно, людей с жирной кожей даже нельзя винить за это. Потому что правда, когда они наносят такой тонер на свою кожу, они чувствуют облегчение и комфорт. Им кажется, что кожа стала более свежей. Такое ощущение прохлады. Поры становятся более суженными. Они думают, вот он эффект. Это не эффект. Это сущая безобразие. Спирт иссушает эпидермальный барьер жирной кожи, который и так страдает. Потому что липиды серума растворяют липиды эпидермиса. Мы убиваем наш микробиом спиртом, а наши хорошие бактерии так изо всех сил стараются сражаться с той патогенной флорой, которая так и норовит разгуляться в этом жировом безобразии на коже и так далее. Вы делаете себе только хуже. Пожалуйста, никогда не используйте продукты, в которых на первых местах стоит спирт. И когда действие этого спирта ничем больше не прикрывается. Да, бывают случаи, когда в продуктах есть спирт, потому что некоторые ингредиенты растворимы только в этаноле. Но этот спирт далеко не на первом месте, и он чем-то компенсируется. Какими-то восстанавливающими компонентами, увлажняющими, регенерирующими и так далее. Ну а в тонерах по типу лореаль, ну какое там восстановление? Там три ингредиента, вода, спирт и консервант. Нельзя такое использовать. Далее. Слишком много косметики и абсолютная бессистемность в ее подборе. Конечно, в том, что вы покупаете очень много косметики, виновата, наверное, и я, потому что я все время вас соблазняю, в роли такого искусителя выступаю, все время показываю вам что-то новое. Но при этом я, как блогер, как человек, как косметолог-эстетист, никогда не пропагандировала идею того, что вам нужно 200 баночек. Никогда. Я считаю, что уход должен быть минималистичным, но хорошим и эффективным, подобранным по вашему типу кожи. Можно собрать себе кейс на очень небольшую сумму эффективного ухода. Моя пирамида ухода, которую я вам презентовала, она для этого и создана, чтобы вы могли подобрать уход согласно вашим нуждам, обходясь минимумом средств. Но когда вы присылаете мне свои письма, и я листаю вот так вот эти фотографии, и там нет конца и края, у меня это вызывает лёгкую панику, потому что вы, очевидно, ждёте от меня, что я это помогу вам как-то систематизировать и сделаю из этого конфетку. Не могу, честно вам скажу, даже моего таланта на это не хватит. Я не могу вам рекомендовать нанести там единовременно 20 продуктов на лицо. Это очень странно. Кроме того, в этом наборе косметики, который вы мне присылаете, абсолютно отсутствует какая-либо система по тем потребностям кожи, которые вы мне пишете в своих анкетах, по тому типу кожи, который вы мне пишете в анкетах. Подобранный вами уход, он как будто бы для другого человека. То есть, что руководствовало вами, когда вы его себе покупали, непонятно. То есть, ухода много, зачастую он дорогой, хороший, но он не для вас. То есть, он не для вашего типа кожи, и его слишком много. Давайте всё-таки понимать, что в уходе за кожей важна система. У нас нет задачи попробовать всё на свете. Понимаете? У нас есть задача регулярно и системно ухаживать за кожей, чтобы каждый актив успел поработать, чтобы каждый актив успел раскрыться. А если вы нанесли каждого средства по чуть-чуть на протяжении месяца, я не знаю, какой от этого будет эффект. Да, конечно, что-то можно успешно сочетать, но не в таком количестве, как вы мне зачастую присылаете. Поэтому, пожалуйста, давайте с вами остановимся на том, что ухода не должно быть много. Жизнь долгая. Вы всё успеете попробовать. Не переживайте. Не нужно 200 баночек. Это зря выкинутые деньги. Вы всё равно не увидите эффекта. Потом будете жаловаться, что не помогло. А ведь у многих из вас действительно примечательные, хорошие, качественные продукты. И если бы вы их правильно использовали, вы бы увидели результат. Пятый пункт очень важный. И это самая большая проблема. И, собственно, ради этого я и затеяла эти консультации. Вы не можете определить свой тип кожи, и вы не знаете её потребности. Как будто это не ваша кожа, а соседа. Это удивительно, насколько мы можем не знать себя. Но люди с жирной кожей мне рассказывают, что у них кожа очень сухая, а люди с сухой кожей меня убеждают, что она у них жирная и проблемная. При этом по всем признакам это совершенно не так. Люди, опять же, не знают своих потребностей кожи, не понимают, что из этого проистекает. Например, сухость кожи, она тоже бывает очень разная. И увлажнить кожу мы можем по-разному. Мы можем создать окклюзию на коже. Это будут плотные увлажняющие такие кремы. Маслянистые какие-то кремы. Мы можем работать над восстановлением эпидермального барьера. Тогда мы будем использовать совершенно другие вещи. Мы можем работать над восстановлением нашей гидролипидной мантии. И там совершенно другие будут средства. То есть, мало сказать, у меня сухая кожа. Нужно ещё понимать, почему она сухая, что не так. И какое правильное средство подобрать для её увлажнения. А очень многие шпарят гиалуроновую кислоту и всё. А что, не работает? Не увлажняет? Ну, потому что, наверное, она не для вашего типа кожи. И это огромная проблема на самом деле. Люди жирной, проблемной кожи, люди с акне используют плотные мази. Если бы сама не увидела, ребят, никогда бы не поверяла. Я думала, это невозможно, потому что невозможно никогда. Но используют категорически противопоказанно для проблемной кожи, особенно с акне, плотная мазь. Потому что под окклюзией, под этой плёнкой, вся флора размножается, как под мягким, тёплым пуховым одеялом. Ну и так далее. И вот это вот сплошь и рядом. То есть, человек всё понимает. Вроде бы даже как бы определяет свой тип кожи правильно. Но как-то очень странно подбирает себе уход. Всё это меня очень как-то смутило, честно говоря. Я не ожидала, наверное, такого. Шестой пункт, который меня, правда, очень расстроил. Особенно у тех людей, которые регулярно смотрят мой канал. К сожалению, очень многие из вас по-прежнему пренебрегают SPF. Но чего я только не слышала в оправдании себя. И слишком тяжело, и слишком жирно. И я забываю. Но в лучшем случае в тональном креме SPF. И при этом человек меня убеждает. Ну у меня вот, посмотрите, BB-крем от Миша. Тут написано SPF 50. Ещё раз повторю. Если вы наносите SPF в тональном креме, то вы наносите его гораздо меньше, чем положено. Поэтому, пожалуйста, SPF 50 делите на 2. Вы на самом деле используете крем с солнцезащитным фактором SPF 25. Естественно, ни про какое обновление SPF никто не слышал. Ни про пудры, ни про спреи. Хотя я уже разбилась просто в лепёшку. И вебинары бесплатные выпустила. Мне кажется, я уже себе самой плеш проела с этим SPF. Ничего подобного. SPF не наносим. Если наносим, то кое-как. Под глаза не наносим. На шею не наносим. На уши не наносим. И это каждый второй. Если вообще не каждый первый. Просто ужасно. Далее. Седьмой пункт. Сочетание несочетаемого. Действительно, вопрос сочетания средств, он для вас очень сложен. Потому что вы думаете, что есть какие-то хитрые формулы. И что очень много чего нельзя между собой сочетать. На самом деле, по пальцам одной руки можно пересчитать средства, которые нельзя сочетать в рамках одного ухода. Это витамин С, пептид меди и всё, что связано вообще с металлом, с железом. То есть, для простоты ассоциации для вас. То есть, если, например, у вас в косметике в какой-то есть экстракт хурмы, богатый железом, условно говоря. Или просто, может быть, там есть железо, добавлено как микроэлемент. Но витамин С вы не используете. Пептиды меди и всё, что связано с медью. То есть, на этикетке написано Купер. Вы с витамином С тоже не используете. Вы не используете, например, пептиды и кислоты. Потому что пептиды очень хрупкие и кислоты не любят. Ну, в общем-то, там ещё осталось ретинол. Не сочетается с бензоилпероксидом, по-моему, что-то в таком духе. Тоже, знаете, очень экстравагантное сочетание. Трудно его встретить. Да я даже и не вспомню ещё, что с чем не сочетается. Но вы умудряетесь сочетать кислоты с пептидами. И витамин С с пептидом меди. Вот какой интересный момент. Ну, я, конечно же, это сразу вам указываю, прописываю. И обязательно прописываю вам конспект. Во-первых, вы получаете от меня видеозапись нашей беседы, чтобы вы всегда могли к ней вернуться, пересмотреть. А то вдруг я скажу, я вам этого не говорила. Вот чтобы такого не было, у вас всегда есть улики против меня. Всегда есть видеозапись нашей беседы. И я всегда вам отправляю краткий конспект с основными положениями, с названием продуктов, если я какие-то рекомендовала, со ссылками, со всеми делами. Поэтому, если я вижу, что что-то не сочетается, я смотрю состав этих продуктов, которые вы мне присылаете, я, конечно, вам на это указываю. То есть, большой трагедии в этом нет. Но тоже имейте в виду, что многие из вас, так как ухода много, а в состав-то смотреть, видимо, лень, сочетают несочетаемое. Восьмой пункт. Ребят, вы серьезно? Я вообще не думала, что такое может быть. Вы не следите за сроками годности. Я не знала, что об этом нужно говорить на моем канале. Я думала, это очевидно, но нет. Я по-прежнему вижу у вас в уходе какие-то баночки. Я по оформлению вижу, что выпущено лет 5 назад, а то и больше, в открытой таре. И вы мне говорите, что вы этим пользуетесь. Серьезно? А какой эффект вы хотите получить? Ну, понятно, что вы когда-то купили этот крем. Очевидно, он был дорогой. Там крем от Dior, например, или от Guerlain. Ему уже пошел 8-й год. Понимаете, уже фирма даже имидж поменяла. То есть, банки даже выглядят по-другому. А вы им пользуетесь? Серьезно? Там же уже это просто чашка Петри. Там уже кого только нет внутри этого крема. Пользы в нем уже нет никакой. Там все уже давно выветрилось и окислилось. Пожалуйста, ну, ребят, ну давайте следить за сроками годности косметики. Ну, неужели еще об этом нужно говорить? Девятый пункт. В общем-то, ожидаемый и предсказуемый. Я это вижу по вашим комментариям. Это увлечение люксом. И по-прежнему вы верите в его эффективность. Я имею в виду Dior, Chanel, Guerlain и все вот это подобное. Стоит дорого. Эффективность производители обещают просто потрясающую. Эффекта вы не видите. И когда мы с вами вместе начинаем разбирать составы этих срез, вы понимаете почему. Потому что там нет ничего внутри, кроме каких-то эмалентов, эмульгаторов, консерваторов, пары экстрактов, чтобы могло выполнить те обещания, которые заявляет производитель. Крем называется лифтинг. Хоть бы намек какой-нибудь был вообще на что-нибудь. Понимаете, спасибо, если увлажнит этот крем кожу, не забьет поры. Если вам нравится, вы получаете удовольствие от этого крема или от посещения магазина, бутика, Dior. Это другой вопрос. Вот это я поддерживаю. Самое главное, чтобы вы были довольны, чтобы вы от косметики получали наслаждение. Это тоже очень важный аспект ухода на самом деле. Но некоторые из вас ведь действительно уповают на эту косметику и ждут, что она принесет явный эффект. Ну как же, я почти 10 тысяч заплатила за этот крем. Dior, ну-ка быстро мне. Нет, чуда не будет. Ну и последний, десятый пункт, я уже частично его затронула. Это нанесение средств в каком-то рандомном порядке. Вы не понимаете, чем вы пользуетесь, для чего вы пользуетесь и в каком порядке это наносить. То есть, помимо того, что некоторые из вас после кислот умудряются сразу же нанести тонер, вы еще умудряетесь на крем нанести сыворотку. Как это у вас происходит, я не очень могу понять. Здесь, конечно, мы можем долго рассуждать о том, что сами производители вас вводят в недоразумение. Потому что очень у многих продуктов разные названия. Что-то называется тоник, что-то тонер, что-то лосьон. А по сути, это часто одно и то же. У кого-то лосьон и эссенция, это одно и то же. У кого-то эссенция такая жидкая и называется first essence. И она наносится на первом вообще этапе после умывания. Чехарда, конечно, полная может быть в голове. Я вас очень хорошо понимаю. Давайте с вами выработаем простое правило, в каком порядке использовать косметику. С большей долей вероятностью, если вы будете следовать этому простому правилу, вы не ошибетесь. Итак, правило это звучит так. Вы наносите косметику в порядке от самого жидкого средства к самому густому. То есть вы сначала наносите жидкий тоник, потом вы наносите, например, у вас какая-то жидкая сыворотка, вот она прям впитывается мгновенно. Вам захотелось дополнить ее еще чем-то. Тогда вы берете либо такую же точно примерно по консистенцию сыворотку, либо более густую сыворотку. То есть если вы хотите сочетать две сыворотки, например, это сыворотка с витамином С и фируловой кислотой, а вторая сыворотка, ну еще с какими-нибудь там антиоксидантами или так далее, то вы используете эти сыворотки в таком порядке. Вы сначала берете более жидкую, а потом берете более густую. Вот в таком порядке они сочетаются. После этого вы наносите крем или какую-то эмульсию, потому что они явно более густые, чем сыворотка. Или, например, по корейской системе ухода вы наносите эмульсию, которая более жидкая, чем крем, то есть такое молочко. А сверху на эмульсию, например, наносите крем. Сверху на крем можно нанести ночную маску, потому что ночная маска, как правило, гораздо более плотная, чем крем. Или, например, вы сверху на эмульсию можете нанести ночную маску. И самым завершающим этапом, самым густым и плотным и жирным средством является масло для лица, поэтому по системе, которую предлагает Пола Бегун, мы наносим масло на крем, потому что в таком случае масло отдает всю пользу нашей коже, но при этом растворяет липиды крема, но не наши собственные липиды кожи. То есть еще раз, мы двигаемся от самого жидкого средства к самому густому. Вот простой порядок средств, простая логика, которой вы можете руководствоваться. Бывают исключения, но они очень редкие и в основном они встречаются в корейской косметике. Например, у бренда Pyunkangyul предлагается увлажняющую ампулу нанести поверх всего ухода. И то она достаточно густая такая и вязкая у бренда, она не жидкая как вода. Никаких исключений по сути других здесь нет. От самого жидкого к самому густому. Никаких сывороток после крема, пожалуйста. Вот они те ошибки ухода, которые я увидела во время консультации. Ошибок таких действительно много. Поверьте, если бы это был бы один человек, я бы не раздула тут из этого целое видео. Это действительно систематические, часто встречаемые ошибки. Я думаю, у многих из вас они тоже есть. Ну-ка быстренько отпишитесь в комментариях, кто какую-то из этих ошибок совершал. Если у вас есть какие-то вопросы еще, пожалуйста, задавайте в комментариях. Мы с вами увидимся в следующем видео, как обычно. Пока!